сгорел бы в 16 веке крымка это костромской построили бы каменный как везде а он видите вот так оберегали что только конец 18 века когда уже не было смысла никакого останавливать и когда он сгорел это место было привязовано вот вид же как бы новый до храмовый центр вот эта церковь которую в которой мы сейчас с вами были сказал кольня а вот это успенский собор это первое каменное здание костроме 16 век вот это наиболее конечно утрата для города сильная поскольку самые старые здания беседка островского видите да мы ее проехали вот она там осталась слева у нас она была такой это было китайская деревянная беседка то что весь эта ротонда построены в 50-е годы советское время уже как бы общий принцип сохраняя и стояла немножко она иначе там она честно склоне такого да а здесь отдельное было возвышение как горка причем островского потому что островский любил с этой беседки смотреть на волгу считал что вид красивый волга на сказать была уже где-то наверное на на четверть как минимум беседка выдавалась чуть вперед и поэтому действительно такой вид был сейчас то нет сейчас просто просто у кого угла туда ребят упирается а вот церковь которые вы сейчас были вот действительно сегодня убранство историческое которая сейчас утрачено через все просто вот это было намаленное место и конечно встречаем а здесь к одной из самых таких до запоминающихся достопримечательно действительно в построме это конечно памяти к ленину здесь он необычный вот и по-моему уникальный это единственный памятник вождёх постаряка который стоит на постамете трехлетия дома романовых отсюда такой необычный постамет совершенно не был предназначен для вот этого одного человека он был предназначен для целого рода для целой семьи царствующей царской до романовых здесь было 26 культурный групп поэтому так много ниш вот как бы подразделение где вставали те или иные фигуры он был заложен в тринадцатом году николаем вторым во время распразднуется и шутлетия и он заложил тут пробует камень основной потом строилась давайте вам покажу чтобы вот на самом деле о памятник смотри верхушка такая часовня она была снесена а вот ленин стоит на вот это я видите каменный такой на такой это папа на половине чуть больше больше половины скульптурные группы были достаточно такие знаете крупные здесь видно вот по этим отдельным но еще лучше вот внизу просто для сравнения видите такой значит такая группа в основании всего истории дома романовых сейчас вам покажу просто как это все равно ничего не видно вот это иван сусанин народы родина мать аллегория вернее а это коллектив творческий один из заводов санкт-петербурга который выполнял именно эту скульптурную группу бронза это работа художественно инженерными систем и он как бы вот такие было 26 это тоже конечно останься этот памятник костроме в надлежащем виде в подлинном виде он привлекал бы главное внимание как тысячелетия нет это расплавили бронза материал дорогой поэтому конечно не давно это часы а постамент вот нижняя часть и вот абсолютно такая же вы видите да ниже сохранились вот осталось что от него а это все снесли из культурной группы тоже расплавили к сожалению вот так ребят она затмил он должен был затмить тысячелетие руси вот в великом новгороде если видели поскольку это оставился царям действующих на тот момент конечно был самым грандиозным таким именно еще столько же на примерно столько же до 34 метра или 40 метров до ночью по в половину давно даже бы чуть побольше в половину волга ленина здесь поставили в 1928 году бетонного тогда еще это более позднее это восьмидесятых годов бетонного ленина поставили неправильно для костроме его поставили лицом городу что вроде хорошо для горожат и кто-то городу лицом стоит но а с волги а потом жаль вид с волги видно было спину скажем так зад а никто не понимал что там да за высушение стоит да а че вот касаемо так нельзя ставить памятники потому что вид с волги значит надо сидел в развороте в некотором но этого образовались и поставили он конечно такое да эстетически может быть не самый привлекательный в нее рука длиннее чем ноги это опять же с точки зрения перспективы надо было туда смотреть это вот дает гармонию на когда приближаешься видно что как-то широкой то что-то слишком большая слишком добре и такой знаю такой кого-то в германии такое приветствие как было принято я когда в германии ну да оказывается надо спрашивать куда я ну там в той стороне но сейчас правда похоже на церковь он указывает и там близко но знаете что вот как бы поскольку стоит образование я вот когда спрашивают а вот может снести его составить для меня как бы я бы оставил потому что конечно точки зрения символа исторического этом еще придумать может быть лучше нельзя но если ленин прямо встал на постамент дома романовых попирает его ногами сбросил расплавил уничтожил и вот сам занял это место да но тем более все равно до сих пор и пополняются будет коммунисты и 2 апреля здесь многолюдно святые принимают пионеры все ты еще диалогическая почему церкви были снесены ну как бы вот при главные храмы и на виду все конечно были обречены но когда поставили здесь ленина это уж соседство двух идеологических непримиренных систем было очевидно настолько что что поэтому за два года до того как снесли сюда приехали из ленинграда студенты архитектурного института них дипломное задание профессор дал зарисовать замерить храмы которые стояли я не понимаю уже что они просто долго не и простоят вот воспользовались уже при восстановлении по крайней внешне внешне использовали то параметры а говорят что николай второй вот я читал тоже информацию не отрекался что же это обман вот потому что когда он был заточение в доме ипатийском несколько лет же он там был почти два года были при к нему допущены люди верующие там дворяне миряне купцы и ни один из них в исторических свидетельствах своих не указывал на то что царь не обсуждал эту тему что он отрекся вот вы тоже это интересная информация как историк подумайте документы как вы подписаны карандашом я с вами согласен но это все-таки карандаш и все-таки там не зеленые гучков кто еще был присутствует при этом при отречении но это опять же коммунисты ребята не менее это были как раз и орданцы и орданские казаки гучков был член государственной думы крупнейший россии предприниматель с ним еще кто но все это было представитель государственной думы официальные лица наделенные полномочиями которые приняли его нового отречения ну то есть это факт бы я не оспаривал и уже находясь конечно там в екатеринбурге он уже был вот как бы не сложен так вот сказать это трех возможно сейчас в исторической науке много знаете входит ну то есть много разных версий вот то что я сейчас рассказываю тоже везде вот есть свои исключение может быть как фактов определенных церковь построена в тысячи ну да тут ничего не сделаешь на том году вот я явно снесли в 34 уже 20 веке вот а так вот в отношении например очень смутное время сейчас подвергается большими ну то есть такой ревизии что ли да потому что очень очень непростое было время если так всерьез порассуждать то это была такая война скорее знаете антропологическая а не национальное какое движение ну да потому что основу войска которые здесь вот снова и наземного составляли от ники поляки не шведы а две трети это были казаки донские казаки танцы их называли и по пограбить пришли гуляй поле сюда принесли а вот выступили против не горожане оставившие свои традиционные вот не гуляй поле а именно вот городскую систему ценностей и поэтому тут война я не знал ну вот просто вот чтобы понимали это все но скорее вообще непростая и вот я как историком скажу факты можно подобрать любое количество фактов под любую теорию но туда вот история это не сумма фактов это в общем-то движение движение масс большие которые приводят тем или нам результатом вот на это нужно смотреть когда дозревает например до революции или наоборот до реставрации или до знаете новой формации экономической вот это все зреет зреет потом неизбежно пристекать ну давайте вернемся к стране моя любимая тема я занимался в это время много еще студенчество писал даже дипломная тем более дело проходил в костроме во многом да пройдемся вот здесь потом мы вернемся похоже такой круг сделает